И снова всем welcome, это снова я. Сегодня речь у нас пойдет про правила в Японии. Ну или, скажем так, советы тем, кто первый раз приезжает в Японию. Здесь я расскажу немного о том, что лучше не делать, ну и как лучше поступить в той или иной ситуации. И сразу же хотелось бы извиниться за то, что не было долго видео, работ очень много и времени совершенно не было на то, чтобы снять или смонтировать видео, так как работаем даже в выходные. Итак, начнем. Что же вам следует знать по приезду в Японию? Ну, скажем так, сначала, как вы попадаете в Японию, вы приезжаете в аэропорт. Из аэропорта вам в любом случае нужно добираться на там поезде, или на автомашине, или там на автобусе до города. И так, допустим, вы выбрали себе автобус там или поезд, к примеру. Сразу же хочу вас предупредить, что в Японии все стараются действовать по правилам. То есть, это страна, в которой все люди привыкли жить по правилам. И даже если они могут эти правила нарушить, никто это не делает, и все стараются их соблюдать. Поэтому первое, что вам нужно постараться, это соблюдать их правила. То есть, это правила посадки в транспорт, выхода из транспорта, правила покупки в магазинах, правила на улице и так далее. Ну, допустим, вы приехали в Японию, собрались ехать из аэропорта в город на автобусе. Перед каждой автобусной остановкой стоят терминалы автобусные, на которых висит там расписание или еще что-то. И там нарисованы линии такие, то есть, линии для очередей. Так вот, старайтесь встать именно в очередь за человеком, за последним, кто стоит в этой линии. Не нужно пытаться втиснуться перед кем-то там вперед, чтобы, ну, как бы, побыстрее сесть в автобус там, или если вам, например, промышленный втерпеж, вы можете просто подождать тогда на другой остановке. Если вам, например, там автобусы оба идут в одну сторону, то вы можете пойти на другую остановку, где поменьше людей, и там пройти быстрее. Но, опять же, вот, то есть, старайтесь вставать в очередь в линию вместе со всеми. Оплата проезда происходит при входе. Закидывайте, если вы в автобус, например, заходите, да, вы закидываете монеты, прям монетоприемник. В Токио цена это примерно 220 йен. Ну, соответственно, там, если монетами, если вы карточкой платите, то там 216, по-моему, йен там идет. Далее. Также в поездах. В поездах там у них своя система, в общем, есть станции, на которых есть одна линия посадки в поезд. Например, в каждую дверь сделаны там полоски на платформе. Вы там, когда будете на платформе, увидите, там полоски на платформе нарисованы. И написано, какой номер вагона и какой номер двери. Вот, для каждого поезда. Соответственно, если на данной платформе приезжает несколько поездов там, ну, допустим, вот есть линия Адакю, это уже в этом, в Токио в самом. У них на платформах рисуют линии, если, например, есть, ну, как бы, обычный поезд, локал, то есть, который останавливается на каждой остановке, и есть экспрессы, которые идут на, ну, так, через две, через десять остановок останавливаются только. Так вот, у них линии различаются, то есть, для экспрессов они используют желтые линии, а для обычных поездов синие там или зеленые. Соответственно, вам тоже нужно быть аккуратным и встать в ту очередь, в ту линию, в которую вы собираетесь в поезд сесть. Ну, тут уже, скажем так, подробнее я вам потом расскажу про эти поезда и как там на ней ими пользоваться вообще, про карту метрополитена и про все вот эти оплату и тому подобное, про правила в поезде в самом. Значит, правила в поездах. Вот и еще одни есть. С утра, где-то с 7.30 до 9.30, почти во всех вагонах, во всех поездах метро или там GR, или пригородных электричках, таких как там Тобу, там Сейбу Шинджику, там Сейбу Икибу Кора, к примеру, там Кею, Адакю. Значит, у них у всех есть вагоны, ну, женские вагоны именно, которые для женщин. Это обычно либо самый первый, либо самый последний вагон. Там увидите на розовые такие стикеры, наклеенные на, значит, на самом вагоне будут и на платформе. Вы когда будете стоять на платформе, внизу, вот где вот эти полоски с номерами вагонов, значит, там у вас будет эти, как раз написано, женский вагон там. Так вот, с 7.30 до 9.30 старайтесь воздержаться от проезда в этих вагонах, потому что они только для женщин. И если вы туда зашли, то эти пассажиры могут, значит, пожаловаться начальнику поезда, и вас оттуда просто, ну, как бы попросят выйти уже руководители этого, ну, как бы начальник поезда, и вот начальник с этого станции, на которой вы сели. Тем самым вы задерживаете поезд, тем самым, то есть, как бы это будет, ну, не, не... И самому неприятно тоже, когда вот кто-то будет, там, скажем так, выгонять из поезда. Вы можете, как бы, ну, выйти и сесть сразу в другой вагон, то есть, как бы, вас, как иностранцев, могут понять, что вы, то есть, ну, как бы приезжий, можете что-то не знать, или, там, не знать японский, или английский плохо знать. Поэтому, ну, старайтесь избегать изначально такие, скажем так, ситуации. Ну, также вы и в поезд, когда вы садитесь, соответственно, у вас там есть линия, да, где вы ждете этот, вот, свой, как бы, вагон, свою дверь. Когда приезжает поезд, все подходят со стороны, то есть, слева и справа от дверей, стоят и, то есть, ждут, когда все люди выйдут. То есть, старайтесь дождаться, пока все люди выйдут. Не старайтесь забегать или заходить, даже когда еще там люди остались в поезде, и даже если место есть пройти. Но это все равно не очень удобно, потому что следом за вами сразу вся эта толпа ринется, и те люди, которые выходили в данный момент, они могут просто, ну, как бы, получается, зажатыми и остаться там в этом, в дверях. И, ну, толпа их просто назад затолкает, то есть, это не очень удобно. То есть, тут, как бы, еще в Японии, опять же, действует стадный инстинкт. То есть, если один, ну, зашел, то есть, и все остальные заходят, многие на автомате просто двигаются, то есть, по городу перемещаются, они даже не задумываются там. Большинство из них в телефонах, где-то там газеты читают или еще что-то, и они просто, как бы, ну, идут на автомате, они смотрят, а все пошли, но они даже без задней мысли, что там кто-то что-то нарушает, то есть, заходят вместе. Также, ну, соответственно, про... Это понятно. Значит, про правила дорожного движения. Ну, тут, как бы, сами понимаете, левостороннее движение нужно смотреть на... Сначала на правую сторону. Вот. Когда подходите к дороге. Сначала направо посмотрели, нет никого. Значит, посмотрите и заодно налево тоже, потому что есть некоторые индивидуумы на велосипедах, ездят по встречке и могут, скажем так, вас зацепить. Вот. Значит, вышли на дорогу, посмотрели направо, нет никого. Значит, прошли до середины налево, потом, значит, уже переходите полностью дорогу. На светофорах, соответственно, тоже там такая же ситуация. Даже если горит зеленый, даже если пешеходный переход. Ну, старайтесь все-таки выходить и смотреть по сторонам, потому что бывает, я говорю, велосипедисты носятся и, ну, как бы, не смотрят на то, что там люди идут, или там, например, человек задумался, и он там идет, и его могут сбить велосипедом. Но это частое явление в Японии, то, что очень много людей, очень много велосипедов, и такие происшествия случаются часто. Значит, по поводу этого понятно. Следующие у нас идет магазины. Значит, в магазине также система этих вот линий для ожидания. То есть, практически везде в Японии есть вот эти системы, скажем так, линий для ожидания, для очередей. То есть, любой магазин вы заходите, в комбине, там, в супермаркет, или там, в мол, там, то есть, везде перед кассой стоит, значит, показано стрелочками, то есть, откуда, куда там и передвигаться. То есть, перед тем, как вот встать на кассу, ну, допустим, вы видите, купили что-то там, вернее, не купили, взяли что-то, да, в этом, в комбине. Идете, смотрите, о, сразу касса, там, вроде как бы, никого нет, или там один человек стоит, покупает что-то. Ну, перед тем, как туда идти, посмотрите внимательно на пол, где нарисованы линии, то есть, как бы, вот эти ожидания. Там прям будут тоже такая полоска, как бы, стоп-линии, и нарисованы там, как бы, две ноги или еще что-то. То есть, если рядом с кассой никто не стоит, никто не ожидает, но это, скажем так, в своей очереди, ну, то есть, можно смело, спокойно подходить, как бы. Но даже при этом, желательно все-таки выйти на ту сторону, где стоят вот эта линия ожидания, даже если никого нет, просто выйти, встать там, и, ну, как, продавец вас сам позовет. То есть, если все в порядке, то есть, если касса свободна, и больше никого нет, то есть, как бы, то есть, вас позовут. То есть, следующий. Ну, а если много народа, соответственно, ну, придется вам стоять, ждать в очереди, вот этой, как бы, где японцы же ожидают тоже. Так же, если вы покупаете в магазине, или там, в комбине, или еще где-то, соответственно, вы получаете какую-то сдачу, например, там, монетами, ну, или там, купюрами, неважно. Так же считается, ну, то есть, правилом дурного тона, то есть, пересчитывать сдачу при продавце. То есть, у нас в России это, как бы, нормально, да, например, или там, где-нибудь в СНГ, в других странах. То есть, взял сдачу, пересчитал сразу. То в Японии, если вы будете пересчитывать сдачу при продавце, ну, или вообще, в целом, пересчитывать сдачу вот так вот, сам перед ним, там, где-нибудь рядом, это является, скажем так, ну, немного плохим тоном. То, что вы не доверяете продавцу, то, что он работает плохо, ну, и, как бы, то, что они считают, японцы, что, ну, как бы, у них здесь все честно, и, ну, никакого обмана нету, и проверять не нужно, ничего не стоит. Хотя, на своем опыте я могу сказать, что, ну, да, я не проверяю сдачу перед кассой, ну, я отхожу чуть-чуть в сторону, и там, где-нибудь около двери, или, может быть, там, где-то за дверью, там, могу пересчитать. Бывает иногда, даже, бывает, лишнюю сдачу дают, даже так, потому что не везде стоят автоматические кассы, которые выдают автоматически сдачу, то есть, те кассы, они вообще не ошибаются, а вот, бывают люди сами выдают сдачу, и, там, где-то больше, где-то меньше, бывает, что-то не посчитали, то есть, у меня такое тоже было один раз, ну, или два, я не помню точно, значит, там, в комбине покупал что-то, и товар просто не посчитали, ну, видимо, там, задумался продавец, что-то, значит, не пробил, то есть, ну, как бы пришлось ему сказать, что, как бы, нужно пробить, вот, потому что, а, уже упаковали уже в пакет, то есть, как бы, товар был не, не это самое, не пробитый, также, ну, вот, то, что касается вот этих вот магазинов, тоже понятно, соответственно, вот еще, да, как раз, заодно про магазины, в основном, в основном, все мусорки находятся вот в этих комбине, в магазинах или еще где-то там в моллах, то есть, как бы, на улице, на улице, там мусор практически нет, только около вот этих автоматов по продаже напитков, там рядом стоят мусорки, но не нужно выкидывать туда всякие бумажки, всякие какие-то еще там мусор свой, то есть, там только для бутылок, бутылок для банок и для пластиковых бутылок, то есть, как бы, если у вас там какой-то с собой мусор, там бумага, там пластик, пакеты или еще что-то там от шоколадка, там что-то, ну, обертка, значит, просто идете в ближайший комбине или там, ну, магазин, какой-нибудь супермаркет, и там выкидываете, то есть, ну, а вообще в Японии, как бы, многие с собой домой забирают и выкидывают дома, ну, тут как бы уже, как, как вам будет удобнее, то есть, как вы хотите, хотите с собой домой берите, хотите, там вот комбине найдете, там выкинете, там, значит, ну, с этим понятно, соответственно, тоже по мусору, там сортировка, это все, это я уже рассказывал в предыдущих видео, там, где сжигаемое, не сжигаемое, тоже там, ну, если нарисовано, что там банки, бутылки, ну, не нужно туда кидать, там, какие-то бумаги, или там еще что-то там, пластик, следующее, значит, правило, по поводу нахождения вот в кафе, в ресторане, там, или в каком-нибудь там заведении, значит, тут в Японии у них считается, что, как бы, когда клиент приходит в заведение, то есть, он обязан, то есть, ожидать прихода официанта, или там, ну, вот, кто там у них заведующего, то есть, с этим заведением, чтобы он проводил их там, этого клиента, до, соответственно, столика, и это даже действует в любых там, мелких ресторанах, там, которые типа Сайдзери, там, которые Фэмили ресторана, считаются, то есть, семейные, конечно, это не действует в каких-нибудь, как она называется там, Мацуя, там, Ския, Йошиноя, ну, такие, как бы, быстрое питание, скажем так, японское, оно там, ну, как бы, не распространяется, потому что там очень много народу приходит, уходит, мест там очень много, и обычно там люди садятся так, прямо, кто куда, вот, и никто не заморачивается этим, но если вы пришли в какой-нибудь кафе, в ресторан, обязательно, не нужно ломиться там, вот, видите, столик какой-нибудь ближайший, там, сразу бежите к нему садиться, не нужно, то есть, подождите, там, если есть звоночек, там, позвоните, соответственно, вас там встретят и проводят, то есть, все нормально, но если вам место, как бы, не понравилось, можете попросить сразу поменять, как бы, место, сказать, скажите, что, ну, нам не нравится, вот это, можно вот тот столик, к примеру, ну, и без проблем вас туда посадят, то есть, тут вот такое правило, также, если вы, вы пришли в кафе, в каком-нибудь ресторан, и вы видите, например, перед ним сидят люди, на стуле, как там или там на лавочках, то, соответственно, это означает, что они ожидают входа в этот, ресторан, когда там освободится место, то есть, не нужно заходить в кафе или в ресторан, если вы видите, что перед ним большая очередь там сидит, ожидает, если вы хотите именно в нем покушать, там, да, есть обычно перед входом, такие небольшие как бы планшеты, и в них записываются свои имена посетителей, кто пришел там и ожидает, то есть, там пишется имя, и сколько человек там пришли, ну, если это там кафе, там, где курящий, не курящий зал есть, то там и помечается еще там курящий или не курящий зал, соответственно, и вы садитесь на стул, там, следующий после, там, последнего человека, и ожидаете, когда там вас пригласят, вот, потому что многие иностранцы тоже, они не понимают, ну, что там люди сидят, может, просто отдыхают, и заходят просто в этот кафе, ресторан, видят там место свободное, сразу туда, это бегут, садятся, а люди как бы там, так и ждут на улице, то есть, ну, на стулах, на стульях, то вот, что касается кафе и ресторанов, также, ну, например, вы знаете, что в Японии еще много ансенов, или горячих источников, соответственно, тоже тут, как бы, нужно понимать, что там есть определенные правила нахождения в этом, в горячих источниках, там, например, ну, такие популярные самые, это как не иметь татуировок, или же, если вы их имеете, то заклеивайте их пластырем, и в драгстерах, вот в этих вот, ну, магазинах там, бытовой химии, там продаются эти, там, косметика, лекарства, и бытовая химия, там продаются пластыри больших размеров, которым можно заклеить эти татуировки, также, если вы пришли в это, в ансен, соответственно, перед тем, как заходить, то есть, в какой зал, сразу вам поясню, что мужские залы, они помечены синим, значит, синими такими, как бы, скажем так, шторками, а женский зал обычно помечены красными шторками, то есть, ну, не перепутайте, я думаю, соответственно, когда вы пришли, там, раздеваетесь полностью, и идете, заходите в сам, значит, ансен, перед тем, как залезать, вот, в ванну, в эту, ну, или там, сам этот горящий источник, нужно обязательно помыться, там, под душем, с мылом, то есть, чтобы все, как бы, было чисто, чтобы, ну, вот эта грязь, там, да, с вас, там, еще что-то, там, туда, в общий, в общую ванну, не попадало, это, что касается, ансенов, ну, соответственно, тоже, во многих, ансенах, там, запрещено, распивать, спиртные, там, напитки, и, кушать, находясь, в самом, ансене, то есть, старайтесь, то есть, как бы, ну, делать это, до или после, ансена, далее, что касается, храмов, храмы, в Японии, ну, тут, как бы, особо, там, целая, значит, серая, скорее всего, будет, если так, вкратце, то, по приходу в храм, обязательно, нужно, помыть руки, помыть руки, там, в небольшом бассейне, таком, как бы, фонтанчики, там, идут, и, такие, рядом, с этими, фонтанчиками, есть небольшие ковшечки, вот, берете ковшечек, моете руки, там, проходите, соответственно, в каких-то храмах, разрешается фотографирование, в каких-то нет, но, такого правила, в Японии, как бы, что нельзя фотографировать, особо нету, это есть только, вот, некоторые люди, могут попросить вас, не фотографировать, там, преоспещенный служитель, или еще кого-то, поэтому, как бы, тут, смотрите сами, на свое усмотрение, а так, в целом, ну, вот, как бы, такие, вкратце, правила, соответственно, а, также еще, вот, на улице, да, я вас предупредить, речь хочу, насчет, помощи пьяным, особенно, помощи пьяным девушкам, ну, старайтесь, как бы, лучше, вообще, не ввязываться, не, не подходить, не спрашивать, что там, как это, с ним, потому, что, бывали случаи, когда, вроде как, человек, там, хотел помочь, там, да, девушку, девушку пьяную, там, довел, там, до куда-то, там, до станции, или еще куда-то, вот, а она потом, там, у станции этих, звала, там, полицейских, и обвиняла его в домогательстве, или еще как-то, то есть, и потом, и, как бы, сложно доказать, что этого не было, потому, что, а, японка, а вы, иностранец, вы даже не понимаете, о чем там речь будет, а она может такого наплести, там, что, и, как говорится, это, но, всякие люди бывают, тут не говорю, что это прям все такие, бывают, попадаются, такие, которые, ну, знаете, ненавидят иностранцев, то есть, такие расисты, такие, в Японии, такие встречаются люди, поэтому, ну, как бы, старайтесь, все-таки, аккуратнее с этим делом, и, если вы видите, что там какие-то, ну, помощь, там, кому-то требуется, еще, что там, что что-то в человеку плохо, или там лежит, там, самый лучший вариант, это пойти до ближайшего полицейского участка, и попросить, там, полицейских, там, но, оповестить их, что, вот, там-то, там-то человеку плохо, или там он лежит, что-то, что-то непонятно, то есть, посмотрите, там, можете даже на английском, они поймут, ну, как бы, в основном в Японии, особенно в Токио, на, в полицейских участках, на английском, спокойно разговаривают, и могут вам помочь, или сказать, что да как, даже если вы где-то там что-то потерялись, вот, не знаете, где какой магазин находится, или как пройти туда-то, или туда-то, или когда ехать, там, самый лучший способ, и самый лучший подпроводники, это именно полицейские, вот, они как раз помогут, у них там есть подробная карта района, что куда там можно подойти, и когда ехать, и все это они знают, все вам покажут, расскажут, ну, на английском языке, потому что на русском, вряд ли там кто-то будет вам объяснять. Также на перекрестках, или в местах, где много людей, старайтесь не толкаться, и не задевать других людей. Если вы можете заметить на, в основном на всех видео, где много народу, то есть люди стараются ходить, и не задевать друг друга. Это тоже одно из главных правил в Японии, то есть не мешайте другим людям, и вам также не будут никто мешать. Вот это и все, что я хотел сказать на сегодня. Конечно, в Японии много еще других разных правил, которые, ну, тоже хотелось бы рассказать, но это будет уже в следующих, видео, потому что и так уже достаточно длинным получилось видео. Но если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Не забывайте делиться этим видео, жать на колокольчик, да, пока рассказывайте об этом видео друзьям, вот. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами был Дэн, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok